Мне кажется, необходимо наслаждаться всеми доступными наслаждениями жизни. А главное наслаждение в жизни – это беседа о самом важном, о сокровенном чудо-встрече, вообще чудо-встрече двух людей без коллектива. Потому что у нас всегда в СССР, в России самое главное был коллектив. А я такой человек очень буржуазный, аристократический, не коллективный. Вот встреча без коллектива – это само по себе чудо. И действительно, когда есть взгляд, когда есть слово, когда есть прекрасная музыка, когда есть атмосфера чего-то совершенно уникального, что происходит только между вами на планете Земля. И больше ни с кем на этой планете. У нас почти 8 миллиардов уже приматов нарожали, и вот 8 миллиардов непонятно там где и что, как мучаются. А мы вдвоем и говорим о чем-то эстетском, прекрасном, или вы что-то узнаете, что никто не может спросить. Но это все отчасти приурочено и к уходу такого очень серьезного солидного менеджмента отельного из России. И пока еще качество обслуживания будет по инерции какое-то время, я думаю, несколько недель на высоком уровне. И вот это надо, что называется, успеть застать. Но, вот я столкнулся, уже мне передают помощники с такой ситуацией. Очень многие плачутся, жалуются, говорят, что там готовы, вот у них максимум, что есть там такая-то сумма, такая-то сумма, готовы заплатить столько-то, вот, но нет всей суммы и так далее. То есть это что-то невероятное, я так очень как-то легко, вот, предложил эту идею, а так она достаточно обретает очень серьезный эмоциональный окрас личностный. Вы знаете, вот, чтобы встретиться со мной, конечно, необходимо отвечать целому ряду критериев. То есть деньги в данном случае это всего лишь одно из условий. Здесь и внешность, и симпатия, и ментально-физическое здоровье, да. При этом, ну, смотрите, я очень толерантен в плане санкций, и вы можете быть под любыми санкциями коллективного Запада, для меня это не имеет значения. Если вы приятны, если у вас есть определенная сумма и справки, значит, пожалуйста, мы можем тоже встретиться. С другой стороны, если, значит, соискатель придерживается демократических взглядов, если у него позиция против тоталитаризма, авторитаризма, то я готов сделать небольшую скидку, 185 тысяч рублей. Вот, но, конечно, придется доказать, что, значит, эти взгляды демократические имеют место, предоставить мне историю публикации в соцсетях, либо какие-то доказательства преследования со стороны режима. Так что, вот видите, все честно, открыто, максимально, так сказать, ну что ли, репрезентативно. Но главное, вы понимаете, главное это чудо встречи. Продолжение следует...